Приветствую вас, и, как вы, наверное, понимаете, вопроса вы не задали, что вы хотите от психологов, тоже не очень понятно, то есть, понятно, что от всей помощи, конечно, но вопрос только в том, какую именно помощь вы хотите, вот, это непонятно. Но есть две проблемы, которые я, как минимум, вижу уже у вас, вот, сейчас, прямо на данный момент. Две проблемы. Первая проблема – это зависимость кредитная, вторая проблема – это, ну, собственный развод с Мунин, да, ну, не развод, а расход, разрыв с ним, и, соответственно, одиночество, которое вы испытываете на этой, собственно, почве, одиночество, да, вы испытываете из-за этого. Вот. Значит, первое – зависимость. Зависимость – это всегда ответ-потребностная сфера. Зависимость – это всегда то, что касается именно и только лично вас. Зависимость – это всегда, опять же, это всегда связано с неудовлетворенностью, с желаниями, с внутренним, так называемым, ребенком, который у вас имеется. Ну, и, как следствие, с отсутствием возможности, например, корректировать свое «я хочу» и приводить его в единый знаменатель с «я могу» и «надо». Вот. Соответственно, эта проблема, в первую очередь, родительского воспитания, конечно же, потому что именно родители не научили вас жить посредством. Родители либо баловали вас, либо, наоборот, держали в ежевых рукавицах. Ну, вот, мне почему-то думается, что второе – что вас постоянно зажимали, вас зажимали и не позволяли вам быть вот той, кто вы есть, не позволяли вам хотеть, не позволяли вам хотеть. Вот. Ребенок вырос, стал взрослым, а желания, как бы, они остались. Это, в общем-то, ну, нормально. И теперь вы свои желания пытаетесь реализовывать вот наступными вам способами. Может быть, они, эти способы, и не идеальны в данном случае, но вы ими пользуетесь. Соответственно, неудовлетворенность. И это неудовлетворенность, а свою вы пытаетесь подавить кредитами. Естественно, у вас этого не получается, потому что кредиты – это деньги. И любое материальное вам не даст удовлетворение, ну, просто потому что невозможно получить удовлетворение от чего-то материального, если сама неудовлетворенность находится именно на уровне духовного. А у вас, скорее всего, именно духовное неудовлетворенность. Вот. Соответственно, главный вопрос – почему вы, значит, берете коменданты, да еще и в тайне от муси? То есть, что такое в тайне от муси? То есть, вы, с одной стороны, знаете, что делаете что-то запрещенное, и, возможно, именно потому что это запрещенное, оно вас и привлекает. Ну, не обязательно, конечно, не факт, но, возможно, такое может быть. Ну, первое. И второе – то, что вы не принимаете себя. То есть, вы совершенно себя не принимаете. Вы не принимаете себя, своих желаний, своих потребностей, вы их не принимаете. То есть, даже, даже действуя так, как вам хочется, даже беря эти самые кредиты, вы не позволяете до конца себе хотеть. Вы не принимаете себя. И именно потому, что вы себя не принимаете, и возникает такая проблема. Потому что, если нет принятия себя, то, соответственно, нет свободного поведения. Постоянно идет конфликт. Я хочу, но надо. Или я хочу, но не могу. Знаете, вот постоянно идет этот конфликт у вас. А это же неправильно. Неправильно постоянно быть в таком конфликте. Неправильно, неправильно постоянно испытывать конфликты. Постоянно жить в противоречии. Это вообще тяжело. Но очень тяжело это. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому, это первое. Это первое. И здесь такой, серьезный пласт работы, вам представить. да, то есть, очень серьезный, большой пласт работы, посвященный вот тому, да, что вам нужно, тому, чего вы хотите, как бы, корректирование всего вот этого вот, того, что вы хотите, хотите ваших потребностей, корректировка ваших желаний. И приведение всего этого в такой, знаете, более-менее адекватный вид. Это первое. взаимоотношение с вашим мужем, у которого, помимо всего прочного, есть еще и ребенок ваш. Значит, вопрос здесь будет такой. Любите ли вы мужа, любите ли вы ребенка? Если да, то как это проявляется, ваша любовь? Как она проявляется, как она себя показывает от любовь, что вы делаете для того, чтобы вот, ну, чтобы эти люди были счастливее, да? Что вами двигало, когда вы выходили замуж? Что вами двигало, когда вы делали ребенка? и что вами двигало, когда вы брали кредиты? Кстати говоря, на что вы их брали? Это точно такой, знаете, довольно важный момент. То есть, брали вы кредиты, например, для себя, или брали кредиты для ребенка, то есть, это достаточно сильно могло бы помочь вам лучше себя понять, ну, и нам могло бы помочь лучше понимать вас, как это видится мне, конечно. То есть, отношения между вами и ребенком это очень важная часть. Это ребенок потерял мать спаситель. Можно ребенок думать, что его мать бросила бросила его. Я вас сейчас ни в коем случае не обвиняю, я вас ни в коем случае сейчас не обсуждаю, но просто я говорю о том, что ребенок, он ведь все, что происходит с ним, он воспринимает на свой счет. И он по-другому не может. Он берет, но не может. По-другому у него не получается. И если ребенок принимается на свой счет, то получается так, что вы ему глядите сейчас. Тем, что не с ним, тем, что без него сейчас, в данный момент, понимаете. И собственно появляется вопрос тогда, так вы любите ребенка своего или нет? Вы его цените или нет? вы хотите с ним быть или нет? Понимаете ли вы, что ребенку нужна мама? Понимаете ли вы вот это все, что ребенок чувствует, что он хочет, что он желает, что он думает, что ему нужно, и так далее. Подумайте об этом тоже, как следует. По отношению к мужу примерно то же самое. Ну, зачем вы выходить замуж и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Следующее, что нужно понять, это то, что ваша зависимость не является химической. Чем-то это хорошо, чем-то это плохо. Хорошо тем, что, ну, никакой гадости в вашем организме нет. Ни алкоголя, ни наркотиков, там, ничего такого. Ну, это, как-то делится, все здорово. Но плохо то, что психическая зависимость или психологическая зависимость, как ее иногда называют, практически неизлечима. Потому что она все время будет с вами, и как и любая зависимость, ее нельзя вылечить лекарствами. Нет такого лекарства, которое помогло бы вам вылечить это зависимость. Потому что самым лучшим лекарством для вас будет потребность. Именно потребность, удовлетворение своей потребности. Вот это будет самым лучшим лекарством для вас. И либо вы думаете как, какие потребности вы удовлетворяете, лекарства снова и снова беря кредит, либо вы так и остаетесь с этим кредитом, но одна, то есть без ребенка. Ну и решать эти вопросы обещать вам. значит, что еще? Что еще? Значит, еще нужно, чтобы вы записались на консультацию к психологу, любому нашему ресурсу, хотя бы не обязательно идти куда-то, да? Вот. И преработали как детско-родительские отношения, которые, скорее всего играют большую роль, это я по опыту знаю, по нему, что они играют большую роль. И потихонечку, потихонечку избавляться от зависимости. Может быть, конечно, может быть, что у вас невроз, может быть, что у вас депрессия, вот, все эти вещи конечно, могут быть. В таком случае, если у вас что-то из этого, то безусловно имеет смысл обратиться к врачу тогда, врачу к психотерапевту и значит через врача психотерапевта уже тогда думать, что мы можем сделать дальше. Для того, чтобы как-то вот себя реализовать для того, чтобы себе помочь. Соответственно, если этого не нужно вам, если окажется, что вам это не требуется, то, соответственно, в таком случае только к психологу обращаться к нужному, вам, ну и работать психологом в первую очередь по зависимости. Я надеюсь, вы понимаете, что до тех пор, пока вы не избавитесь от зависимости, до тех пор, пока вы не будете свободны, в первую очередь. Ну, ладно, скорее всего, не получится построить нормальную семью, ну и собственно, ребенок-ребенок у вас тоже не допустят. Вот. Значит, правильно ли поступил ваш муж? Правильно ли? Наоборот, конечно, такой, довольно спорный. потому что, ну, я бы не стал однозначно говорить, правильно он поступил или нет. Потому что, ну, он мог вам помочь. А вполне возможно, что он пытается вам помочь. Но у него не получилось. обижаться на муйня не стоит. Куда важнее смотреть в корень этой всей ситуации и понять, что проблема скорее вас. Не лучше, в нем. И либо либо вы постараетесь как-то скорректировать себя, постараетесь что-то сделать, чтобы такого больше не было у вас. Либо соответственно, ну, либо не будете делать ничего, но тогда останетесь без мужа и ребенка. потому что, ну, к одному концов, вы понимаете, что муж как отец он должен защищать своего ребенка в любом случае. и в данном случае так получилось, что он должен защищать его от вас. Поэтому подумайте как следует, решите, что вы будете делать и, исходя уже из этого, действуйте. А мы за что вам поможем. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду распомочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Надеюсь, что ситуация разрешится должным образом. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...